Я иду по тихим улицам Всем привет, я Виталик Козлов И мы находимся в городе Сочи А я приехал на один район сочинский И хочу показать, на чем же ездит Серго Привет, Серго Здорово Ты где такую тачку взял? Братан, у деда спиздил Зацепление закончилось Попал Блядь, это задняя, ебц Ты из богатой семьи? Нет Давай я попробую Это тяжелая жизнь Когда денег нет Блядь, вот так один раз от мусоров не съебались Вот так, братан, залетает как по маслу Ты сам откуда, братан? Из Ростова, брат Из Ростова Да-да-да Блядь, один раз в Ростовские телки в Сочи приехали Ничего было Не знаю, они приехали, я хуй знаю Ну тебе, кстати, идет эта машина Иди, это моему деду скажешь Ему похуй, блядь Он умирать не собирается Знаешь, почему дед не умирает? Почему? Потому что все эти, блядь, соседи приходят, за него пьют Говорят, да здоровья тебе, здоровья тебе Понял До сих пор на нее дротит А я думаю, что она от бабки съебает, блядь Вялого, охуярит Брызговик свой достанет Бля-бля-бля-бля Красный, брат Я на красном никогда не стою, смотри Проезжаю, да, красный, да Смотри, смотри Бля-бля-бля-бля Брат, так же нельзя ездить Братан, блядь, красный наш, зеленый, общий, ёпта Под эту песню, разве каточка, самый шатальный, братан Блядь, кивор, по-у-у-у-у Дома, подожди Все, кивор идет, иди нахуй отсюда Все? Да, мы шмаль будем курить Давай, все, на тебя нахуй Не обижайся, хорошо? Ну ладно Ты шмаль куришь? Нет Все, иди нахуй отсюда Короче, я поехал в Ростов Расскажу, на чем ездит Артем, а не Серго Продолжение следует... ну конечно я всегда снимаю ты опять голый придурок я дома с парень как сам почему я все с него всем привет это артем еще не совсем богат и я не хочу быть но уже успешно он говорит что богатым быть неинтересно на все ее обычно пиздец богатые люди они не значим делать но нет смысле смотри как интересно когда ты сам заработал и разбогател а когда ты родился богатым то это уебишь ты сначала покупаешь купишь деньги на семечки возле школы потом на булочку магазин потом в ларьке пиво рост какой долгий а потом первый раз жизни приходишь кафе в кафе первый раз на чудо днюху блять собираешь 1000 рублей что подарить потом сам девочкой на свидание и вот так пока дойдешь до макдака блять потом после макдака ты уже ну можешь один раз зайти хуй знает куда в кофейню какую-то кофе мафе и вот только годам 30 35 ты можешь спокойно зайти себе похавать стейк в каком-нибудь ресторане интересно а когда ты с пяти лет и жрал ёбаный стейк блять сразу и что потом куда дальше рост скажу отсюда и охуевшись проезжают на красный свет блять бухи за рулем катаются наркоманят от них уй делать телок за людей не считают все для них шкуры шмары блять и все помничал с утра блять и пиздец с утра это я уснул поздно потому что я вчера развозил есть я не бухаю я всех алкашей развозил по домам про и сейчас я встаю дай мне ровно секунду я сейчас соберусь давай спой я немного пью я немного я и иду домой и хочу скорее и потом воду привезли алту хуйнишку привезли рассказывая что будем делать сейчас пойдем пирожку кушать вот точно все я готов меня сосед заебал он делает ремонт я из-за него просыпать блять или поругаться не вариант потому что человек делает ремонт что скажешь а с другой стороны в ухо и башет прям стенку просто пиздец куда-то наливая или направо наливали на а я налива сейчас пойдем покушаем потом пойдем соматологи меня на холодный запуск будет будет сейчас я только ради этого приехал да но все я сейчас я покажу я них они понимают вам правда акропович я всегда мечтал себе хорошую машину вот это наверное самая лучшая машина моей жизни я не знаю что будет дальше может быть когда-то я куплю что-то лучше но пока надо занять деньги это диски оригинальные это хаммановские диски насколько мне что-то до 800 тысяч цвет ебаноты здесь музыка охуительная стоит как она называется я не знаю правда коврики там чисто армянский вариант что уже два коврика а мне лень блять снять эти самая главная составляющая это объясню зачем эта хуйня мне нужно за мной очень часто горят за машины зачем-то я не знаю я хочу ко всем обратиться я не знаю как себя вести в этой ситуации я хуй знает кто за мной едет моргают сигналят блять мне иногда страшно но не то что страшно думаю нахуя это ну что ешь стой стой остановись блять я не знаю как себя в этой ситуации вести я никогда не буду останавливаться не делайте этого пожалуйста пожалуйста вот кстати расскажи что ты слушаешь вообще я люблю просто тупую веселую музыку и может быть это старая может быть это новая но я не совсем понимаю песни где слова не не выговаривают до конца ну сейчас новый тренд какой-то там скриптонита кто-то любит я не говорю что он плохой он скорее всего это наверное катит я не хрен его но я люблю когда мелодия есть и люблю ты вообще вот фанат машин дорогих я с детства пизда как люблю porsche и бмв но я нихуя в них не понимаю вообще ни черта не понимаю вот на этой тачке я просто кайфую когда можно нажать и там типа ты такой на большой машине кто-то подъехал и улетел ну какие у меня тачки были у меня первая машина была жигули ваз 2106 желтого цвета не ошибаюсь лет 19 наверное 20 сейчас смотри литвину сколько сейчас лет 21 22 блять у него а мггт блять там не лишь что там его 13 миллионов блять а у меня в этом возрасте не было блять я и сейчас не могу их догнать они молодцы нихуя ряд мощно работает у меня уже столько энергии нет но я как бы стараюсь тоже соответственно у тебя энергии больше чем у всех и вот ощущаешь что машина жрет много тем более блять не совсем если вы на этой машине я здесь спокойно спокойно вообще практически нихуя у нас еще пятерка александр а вот наверное чуть больше чем пятерка будет жрать если конечно на м но это по моим ощущениям сейчас то выдачи посмотрите с каждого хуйню несет она жрет блять пиздец как охуеть нет это я по своим ощущениям скажу по заправка и как я езжу да я как я езжу меня блять полный бак залил могу блять 5 дней . должна дарить эмоции дарить эмоции включая моим режим ставим да сейчас будет прямая хорошая сейчас она не вебаться а я тебя научу ланч старт делать да вау я не разу кстати так ты готов дарил я главное бандерский еще понял корпусом вперед нагибаться как почему так кажется страйк 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 до конца прям сейчас когда я тебе скажу резко бей по газу понял смотри ты держишь тормоз да бьешь правой ногой в газ держу да прям бьешь она поднимет обороты да и вот так сальто назад не сделай давай бей в газ резко а что сейчас это вот среднее смотри есть включенная когда ничего не есть половина типа пол спортивная стабилизация чтобы погонять а если ты и зажимаешь то она выключается полностью вот поняла md я сейчас все выключу ее будешь как шлюху можно будет а тебя не бесит что вот например ты эту всю хуйню шаришь у тебя нет такой машины а кто нихуя не шарит у них вообще иногда бесит когда люди ездят на машинах не так как надо блять честная я просто мечтал хоть раз м-ку иметь еще интересная история как у тебя шестерку угнали бля это вообще пиздец сейчас расскажу пойдем это загс кто-то же повезло кому я тоже думаю машиница да кстати интересная тема обсудимая сегодня здесь а а а и и Снятие наличных, на сумму, кто-то, блядь, снял. Сейчас позвоним, позвоним, блядь. Ёршик для говна, это александр, алё, что за снятие наличных с моей карты, это ты, ты, ты в дрочилке, в массажке, он мне написал, а ты что до этого снимал, я не знал, конечно, это гоморарки, что приходили, я блядь, это последний транс, что я снял. Всё, ладно, дальше не базарь, давай всё. Короче, рассказываю про шестёрку. Мне её зарядили там как-то, и я в первый день на ней выехал, думаю, сейчас поеду. Помыл её все дела, заправил, приехал к другу домой, она ещё обкатку не прошла, и я парканул её возле дома, зашёл к нему домой, вышел и машины нету. Я говорю, ну тогда эвакуаторы, это было как-то не, ну, мало очень они работали. Этот бизнес, скажем так, не был ещё раз, это было в Сочи, да, в Сочи. И этим по городу искать машину, искать через кого, знаешь сам. Через Вася, не Вася, блядь, не через это, блядь. Ну, а никто не знает, никто не в курсе. Думаю, походу какой-то наркоман, блядь, или кто-то проходил, а я, блядь, ключи на ней оставил, и вышел. Ну, на Сочи мне было плохо, я никогда ни машину не закрываю, ничего оставляю. Думаю, все своих. Получается, через три часа мусора приехали домой. Типа, ваша машина перевёрнута, разбита на такой-то улице. Да, и она врезалась в тот момент прокурором в России был Устинов, помнишь такого? И это его дача была. И мне показывали видео с камеры наблюдения, с его дачи, как там тип разогнался, на ней взлетел в воздухе, перевернулся, и вот так плащмя машину в хлам разбил. Как он выжил, я не знаю, он выбежал и убежал из машины, но лица не видно. Ну, и типа мне мусора, будем искать, не будем искать. И они начали мне говорить, что машину угнал твой брат, там отпечатки, говорит. Я говорю, выёбнуть, а мой брат на ней ездил, вообще-то и так, блядь, там могли быть его отпечатки. И я понял, что они занимаются хуйней, сейчас ещё кого-то не того закроют. Я говорю, ничего не надо, я ничего не хочу, и я ушёл, и всё. Сейчас я честно скажу, я хочу Porsche. Какой? 911. Ну, это круто. Хочу 911, но он очень дорогой, я не знаю, как. Блядь, у меня очень много головников в жизни, я не могу просто так покупать себе тачки, позволять. Родителям надо помогать. Маме, папе, брату, сестре, там много. Тебе. Почему вот у всяких блогеров, которые менее популярны, у тебя расцветят, они каждый день меняют всякие ламборгини, р-8? Бля, я не знаю, они, наверное, знают какой-то секрет, который я не знаю, я хрен знает. Может, у них дома всё хорошо. Я же не могу просто сейчас купить себе тачку за 15 миллионов и близкие там, блядь, негде жить, это же уёбично. Ну, у них, наверное, всё нормально, я не знаю. Ладно, давай свадьбу. Да. Как у тебя наличные? Это что значит? Лично? Ну, это когда у тебя есть постоянно. Постоянно, это плохое слово. Почему? Ну, потому что я к этому очень либо серьёзно отношусь, либо вообще не отношусь. Вот у тебя есть что-нибудь, к чему ты серьёзно относишься? Ну, давай, знаешь, как, пока эту тему не будем сильно развивать на камеру, но я тебе скажу так, встречаться, там, вот эта вся хуйня я не занимаюсь. Общаться, да, и жениться, да, делать детей, да, делать семью, да, а вот встречаться, типа там, два-три. Три года, блядь, вас притираться не моя хуйня. Я думаю, что жена должна быть мамой, как вот твоя мама, добрая же? Да. Ну вот, вот она, твоя жена такая же должна быть. Мама, на маму смотришь, она ж нас вырастила, с папой хорошо вообще. Вот, надо смотреть, чтобы жена твоя такая же была. А мы ищем тёлок, блядь. Тёлки, 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 тёлки. Нахуй надо. Хотя, иногда, не пропадайте. Пульт, видите? Мы едем сейчас к Нефёдовой, это тёлка, которая со мной снимается в роликах, все спрашивают, чё за тёлка, дай номер, чё за тёлка. Сейчас мы поедем, посадим её в машину, закинем эту хуйнюшку назад и поприкалываемся. Ну, типа пранка, я хуй знаю, естественно, будет пердеть сзади и будет... Посмотрим на её лицо. Надо её спрятать тогда, как бы. Да, 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 да. А ну, затестить и работает? Что? Пердушка. Пердушка надо затестить, да. Работает. Как её зовут? Её зовут, бля, хамуха, Катя. Садись! Привет, что вы делаете? Вы прикалываетесь, опять надо мной, или что? Мы тебя снимаем первый раз только на камеру по-настоящему. Вот сейчас, вот так вот, я должна сказать, какая я классная? Ну, бля, у тебя, покажи живот ещё раз. Бля, в темноте не видно ни хуя, да? Может, отъедем немножко? Да, у меня там подруга. Твоя подруга... Начнём с того, что я очень преданный друг. Да, поехали. Короче, Нефёдова, ты, получается, официальное лицо, да, или что? Да. Официальное лицо ФК Ростов. Ростов. К сожалению, лицо сейчас не сильно видно. Я думала, к сожалению, лицо не первой свежести после вчерашнего. Тошли после ФК Ростов. Честно тебе скажу, все думают, что мы с тобой шпилимся. Я хотел признаться, что этого не происходит. Мы реально просто дружим, общаемся. Они говорят, охуеть, что за тёлка, ты её чпокаешь? Я говорю, нет. А я говорю, нет. Нет. Нет, правда, нет. У нас этот, как называется, рабочие отношения. А вы ей платите за съёмки? Эй, а платите за съёмки? Не Фёдова? Ни копейки ни разу не взяла. Давали, да? Давали, не берёт. Она говорит, я деньги не беру. Не, ну хавать-то хаваешь нормально. Бля, не пиздец. Я хочу, чтобы ты дала совет, знаешь, кому? Молодые ребята боятся подкатывать к красивым девчонкам. Они думают, что они все выёбистые и охуевшие. Да. Вот расскажи, почему они боятся. И не то, что расскажи, а скажи, чтобы они не боялись. Потому что красивая девочка, это же не значит, что пиздец, границы, рамки, всё, закрыто, блядь, ничего нельзя. На самом деле, красивые девочки в основном они же одинокие, потому что не решаются парню подходить. Я недавно, недавно я пришла, такая вся в красивом платье, прям, ну, хорошо выглядела. Я пришла в заведение, стою, и ко мне подходит мой знакомый, приятель, и говорит, Катя, я вот наблюдаю, говорит, такую историю, что, говорит, я вижу, как мужчина. Что это? Чё ты хавала? Что за хрень? Я не знаю, ты хавала? Прекрати. Да хватит. Сейчас уже ты делаешь, я даже не нажимаю. Выкруйте, и он... Да, и он говорит, я вижу, как проходят парни, и они как вот так подплывают, и сразу разворачиваются и уходят. Говорит, почему? Они боятся? Я, когда мне было лет 20, 19, 20, 21, 22, я тоже думал, что к красивым тёлкам нельзя подходить, потому что... Им нужны деньги, машины, машины... Ну, это и так и есть, и не пизди, что не так, блядь. Слушай, у моего парня ни у одного не было машины, на чём... Э, они все парни, поэтому, блядь, они все бывшие. С ним 5 лет встречалась, с другим 3 года встречалась, нищие... Ну, без нее никак они были. Сколько тебе лет? Мне 23 сейчас. Вообще у нас видео про машину. А, да? Ну, она же в машине. Да, как тебе X5M? Знаешь, что я хочу сказать? Мне кажется, что здесь кожа лучше, чем у тёлок, которые сюда садятся. Да, я поэтому люблю сам с собой время проводить. Просто долго тебе, да. Всё, пиздуй, мы с тобой всё сняли. Спасибо тебе большое, Ани Фёдор. Я хочу потрогать. Да, давай, пока. Потом вечером приеду, потрогаешь. Почему ты так со мной разговариваешь? Моя бу-бу-бу-бу-бу. Ты самая талантливая, красивая тёлка, которую я знаю. Потому что обычно красивые тёлки нихуя не умеют. Мы раскачаем стуль. А? Раскачаем стуль. Вот, видите? Ладно, мы поставим здесь ссылочку. Подписывайтесь на неё. У неё фотки с голой жопой. Это он заставляет меня. Как она там в бассейне купается в купальнике, мол, не ради жопы выкладывает там фотки. Вот это всё у неё там. Вообще ты общественный деятель, знаешь? Я собираюсь заниматься благотворительностью. Это правда. То, что ты всё время находишься в толпе, это не знаешь, что ты общественный деятель. Послушай, в понедельник я иду на концерт, и там будут представители Белоруссии вообще-то, знаешь? Что значит представители Белоруссии? Депутаты. А, ты тоже там будешь? Да, я тоже там буду. А потом я буду благотворительностью заниматься. Сначала займись благотворительностью. Но у меня нет денег заниматься. А, я понял, почему она потом будет благотворительностью заниматься. Раскрутим инстаграм, а я буду давать деньги. Потому что надо грехи смывать всегда, когда что-то делаешь жёстко. Сначала депутаты, а потом благотворительные. А где вы собираетесь, кстати? Закрытая тусовка? Нет. По билетам. Тебе туда нельзя. Ну, да. Ну, я так говорю, значит закрытая тусовка. Ей просто позвонили, значит, по ватсапу. Говорят, мы представители Белоруссии, у нас закрытая вечеринка по билетам. Знаешь, кто будет выступать? Группа «Нана» и «Соколовский». Бля, вот ногу со временем. Я понял, я понял их возраст примерно. Я буду в квартире сидеть на втором ряду между всеми администрацией всей депутатами. Между всеми, да. А почему тебя туда позвали? Потому что я хочу, потому что... Скажи мне такую штуку. Я хочу нести людям счастье. Пришла. Как ты так неся счастье? Почему представителям Белоруссии? Ну они в этот раз приезжают. Мы столько снимаем, ты ни разу нам счастья не принесла. Ладно, шутки шутками. Пиздуй к своей подружке. Нам надо ехать дальше. Куда? Друзья снимать? Друзья, мы поедем, потому что... А я не друг? В каждом влоге должна быть красивая тёлка. Вот мы её сняли, поэтому... А это, кстати, первая официальная тёлка в интернете. Ну ладно, покажи жопу, если хочешь. Посмотрите, что... Ой, я на эту сторону вылезу, пожалуй. Вот так, вот так. Вот так. Вот ты вся не Фёдова. Да, пустота. На чём ты зарабатываешь деньги, ладно? У меня нет денег. Вообще нету? Да. А как ты покупаешь одежду? Я не покупаю, это старая. Всё, старая носишь? Да. Ты сейчас на жалость давишь? Ну, да. Она тебя опередила. Что, по поводу жалости? Да, она просто сразу сказала, купишь меня. Купишь меня. Вот скажи, я же не такая, я ни разу ничего не просила. А с хуя ведь ты должна просить, блядь? Что я тебе, блядь? Что я тебе? Нет, послушай, ну есть же такие... Вот вспомни, мы поехали, у нас было видео, мы снимали, и надо было купить, помнишь, красный карандаш, там чё-то тени. Я даже не забрала. Да, купили хорошие, мало того, что я им сэкономила, ничего лишнего не купила себе, хотя это косметический магазин, это невозможно практически было. Я, помнишь, всё, им принесла с чеком совсем, и даже не забрала подводку, блядь, класс. Охуеть, спасибо. Она нам так нужна, она лежит дома, мы вечером помогаем. В смысле, мне чужого не надо, вот я к чему, знаешь? Это нужно... Ой, ладно. Пока. Ребятки, значит, начинается самая жуткая часть этого влога, передачу. Передача, да. Короче, мы приехали в город Сочи, мы находимся под горой Ахун, вот, смотрите. А значит, на горах Ахун славится тем, что, помимо того, что это самая высокая точка в городе Сочи, сюда все ночью привозят тёлок чпокать. И любая тёлка знает, что если её везут на Ахун, значит, её будут сегодня жарить. Но объясню, почему это жуткое место. Здесь, по легенде, короче, Сочинской, здесь живёт привидение в одном месте. И мы сейчас поедем именно на это место. Блядь, ну это пизда, как страшно. Я один раз поднимался и развернулся обратно. Знаешь, что случилось там в одном месте? Поехали по дороге. Давай я скажу. В общем, по легенде, это вот, видишь, остановка вот здесь? На этой, блядь, пиздец, что-то я куда-то заехал. На этой остановке. Что это за звук? Да ты на что-то наехал. Это ты резиной внутренней трёшься, понял? Ой, блядь, сука, как он жутко. Ёб твою мать, обосрался, блядь. Я думал, ёбаный в рот. Короче, вот, парень, блядь. Вот сюда, ёбаный. Ёб. Блядь. Да, очень страшно. Я фонарик включу. По легенде? Да. Это видео было снято здесь. Аккуратно, не наступи тут. Блядь. Э, блядь. Стой, блядь. Ёб твою мать. Стоматология. Я всегда думал, что стоматология. Стоматология. Брекеты будем поправлять. И один зубик немножко этот. Харизма называется в городе Ростов. Пойдём, расскажем. Вас предупредили, что мы будем снимать? Да. Мне здесь поставили брекеты. Ставил доктор Олег Игнатьевич, вот такой мужик. Обычно брекеты носят год-полтора. А он мне всё выровнит за 4 месяца. Мне осталось где-то месяц носить брекеты. Это немножко больнее, чем полтора года, но зато быстро. Я не прозрачный, видишь? Сейчас это как реклама выглядит, да? Ну, я платил за них, это не бесплатно. Так, чтоб смешно было как-нибудь вот так. Прям за эти, на эти одень. Я же не рожать собрал. Ладно, Артём, если б ты оказался перед Гусейном Гасановым, что б ты у него спросил? Хорошо, что я сейчас не могу разговаривать, я бы сказал. Спасибо вам большое. Спасибо, что не сделали Артёма больно. Здесь не бывает больно. Кто вот из блогеров симпатизирует? Я как люди, я сейчас никак за блогеров буду говорить, как люди, к кому я реально уважительно отношу. Литвин, 100%, он как человек охуительный пацан. Он, блядь, воспитанный, блядь, он улица, он такой, он породистый, охуительный, то есть знать, что такое слово всем. Фитнес-хавал тоже в жизни нормально, имею в виду. Тяжело было. Тяжело было, да. Я охуительно отношусь к Амирану. Амиран очень мудрый, мудрый, справедливый чувак. Единственное, мне не нравится, что он иногда участвует в каких-то интригах, но это, наверное, из-за ошибки прошлого, скажем так. А так как человек, он очень пиздатый, он очень охуительный, он всегда, вот я сейчас, когда на днях заболел, он мне там все время, Темочка, чем помочь, душевный, дружить умеет, мудрый, я могу ему за советом позвонить. Он там четко, то, что я даже не думал, он сразу может мне, Темочка, давай вот так, вот так лучше, чтобы не натворить глупости. Билла я просто люблю, как одноклассника, долбоеба, знаешь, был всегда одноклассник дурной, который, блядь, ведет себя как еблан, но его любят все. Он по-доброму так, он Билл очень добрый, душевный пацан. Кулика люблю, хотя мы не так прям дружим, но мы пересекались несколько раз. Кулик, мне нравится его позиция, он вообще охуительно, никого не трогает, никуда не лезет. Тихо, спокойно делает творчество, кайфует. Как человек, как человек, он охуительный пацан. А я больше, наверное, особо и ни с кем, ну, за наших не буду говорить, да, там, каха-маха, там, это и так понятно. Ну, кто еще у нас, скажи, кто там есть из блогеров? Я, наверное, если я не могу вспомнить кого-то, наверное, я больше особо ни с кем из блогеров не дружу и не общаюсь. А, Софа, бро, ну, это подруганка. Она в Инстаграме, в основном ее в Ютьюбе нет, я поэтому... Она очень... Это пизда, наш брат прям заводская, порогистая, блядь, мощнее, чем некоторые пацаны, блядь. По понятиям по всей... А ты кого любишь? Я тебя. Спасибо. Ну, а в планах есть поменять машину вообще? Да. Ну, не на Порше, вот, ну, реально. После зимы. А на что? Я думаю, что, скорее всего, скоро мы все успокоимся и будем, ну, я как говорил, ездить на Камри. Я бы взял себе, честно. Новую М3, когда выйдет. Если будут деньги, конечно. Какую-нибудь комфортную машину и какой-то джип. Это при самом охуенном раскладе, да? Ну, да. Но так не будет. А если купишь Порше, дашь мне поснимать его? Да, конечно. Да. Когда вы с Томой появились первый раз в Амирану на шоу, я обратил внимание, что, когда вы начали говорить, все просто молчали, мы реально слушали. Вас реально уважают очень круто. А я... И все вот, никто вас не перебивал, никто с вами не огрызался. Вот до этого все шоу, они там друг друга что-то спорили, орали. Как только вы начали говорить, просто все сидели, молчали. И я прям заметил эту тему, и все реально внимательно слушали. А ты знаешь почему? Потому что... А что мы неправильно, Варь? Мы неправильно ничего не сделали. Мы неправильно ничего нигде из себя не повели. Мы там неправильно... Я понимал, что там надо серьезно общаться. Не переходить в хихи да ахаха. Потому что, ну это передача для этого сделана, что иногда хочется серьезные мысли послушать. Поэтому я думал, что там надо поговорить так. И по факту, вот как, что, я же там сам от себя не говорил. Ну от себя, имею в виду, мне задавали вопрос, я отвечал. Поэтому, если говорить об уважении публики, там, которые к нам имеют какое-то отношение, любят уважать, это тупо потому, что мы их не наебали ни разу. Я имею в виду, не наебали в творчестве. Не наебали, блядь, выпусками Кахи. Мы их... Мы не сделали ничего, что нам не нравится. Мы все... И мы никогда не позволяем, чтобы... Ну вот какой-то гандон что-то за нас пизданул. Потому что не за что. Если кто-то что-то за нас пизданул, это интригант. Потому что я не верю, что у нас кто-то может себе что-то позволить такое плохое, что за это можно пиздануть, что-то и снять, передать. Поэтому я говорю, я рад, что нас никто не трогает, и мы никого не будем трогать. Но мы... Я думаю, что в творчестве, как или везде, должно быть... Должны уважать. Если ты говоришь, что этот человек пидорас, ну тогда покажи, как ему в жопу хуй засовывали. Если ты не показал, значит, блядь, надо тебе этот хуй в жопу засунуть. Ну вот так. И мое мнение такое. Вопрос на ответ, почему я езжу на BMW. Потому что они часто ломаются, и у тебя есть у друга сервис? Нет, они не часто ломаются, потому что у меня у друга в Ростове есть. Вот, вот такую тебе надо. Я вот такую и хотел, но я боюсь эту машину. Игорь, ну Игорь, мы его Гоша называем. По-моему, он первый в мире новую М5-у чиповал. Это он. Кто? Это Гоша, Игорь. Я не знаю, я правду сказал или нет. Я сказал, что ты первый в мире новую М5-у чиповал. Да, мы это, следовательно, сделали. Вот она, вот она. Вот она, где масть. А, точно. Мы все там вместе были. Хлопнуло? Нет. Турбина отъебнула, но это уже второй раз. Это не на тот же. На второй заход. Что вы понимали, вы можете на машине ехать в Воронеже, он может из Ростова ее чипануть, пока до Москвы доедете. Там будет не 220, а уже, блядь, 340. Посмотрите, у Игоря есть ебанутая машина. Сколько она за сотни разгоняется? 3,6. 3,6 до сотни? Она выглядит как женская. Она с виду вообще, блядь, пиздец. Просто, блядь, ничего. А, блядь, седан, пиздец, мужская, да? Вот это, посмотри на эти арки. Вот это пацан. Тебе звонят. Тебе кажется. Работает. Вот она. С виду такая, да? Ну да, и девчачья машина. Ну это пиздец, что за ракета. Охуеть. Ну это спорт сиденья. Это машина, когда по городу едешь, все думают, что за долбоек. Ну типа, что за хлюпик-хлюпик едет. Подъедете, у вас что там, ламбики, мамбики. Подъедете на ваших машинах к ней. Охуеть. Так эта приборка идет в единичках новых или это М2? М2? Да он пайп из стейдж 1 сейчас зашит. Ждем ТНВД и все. И в стейдж 2 бы не прошивать. Тут автомат, да? Да. Тогда не кайф. А прокатись, он веселый. Сейчас прокатимся. А на полноприводный? Да. Рассказываю, значит, что это такое. Ну, блядь, я не особо, конечно, рассказчик по БМВ, но это должно быть в душе, блядь. Сука, если ты дерзкий, блядь. Ну, либо есть, либо нет. Девочки, наверное, этого не поймут, а мальчики. Хотя есть девочки, так ебашут, блядь. В Адвер приедете, охуеешь, на Нивите, блядь, на 5-ом М2 едешь, на Нивите, блядь, нахуй девочка какая-нибудь. Я не знаю, может быть, я преувеличиваю, потому что я не особо, ну, там, какой-то знаток у этой во всей хуйне, но по мне она прям пиздец как достойно едет. Ебаные перекрестки, так боюсь их, блядь. Знаешь, почему я боюсь перекрестков? Из-за детей депутатов. Когда видишь, они похуй на красный, нахуй могут снести. Как это все хуйня, как это? Ты уверен, что ты ей сломаешь? Есть, есть, я делаю. Нажимаю, отпускаю тормоз, да? Да, да, да. О, да. Ох, оно забуксовалось, нифига себе. Что-то приводное, почему он забуксовал? Газбычка. Блядь. Ха-ха-ха, блядь. Сука. Вот это вот, вот так, чтобы искренне кайфануть, понял, чтобы аж поржать, блядь. Вот это машина эмоция, конечно, сука, пиздец. Блядь, это блядь. Да, вообще сразу нельзя мешать, турбинам дать остыть. Ну, ты еще новенький в этом деле. Ну, сейчас же он мастер, он может починить. Он починить, да. Так, пробуем второй раз. Да, ланч старт второй раз. Руль ровно поставил. Включаем режим М2. М2. Выключаем стабилизацию в МДМ. Блядь, откуда. Выключаем автохолд. Левой ногой жмем тормоз до упора прям. Да, и въебем сейчас в этих. Резко жмешь газ и держишь две педали. Ну, он жукачка крутит, он, что он делает? Резко бей в педаль газа. Нет, у тебя не бед не получилось. Нет, так она... Ты не так как-то резко бьешь, понял? Как? Оно должно... Вот дай я пока. Так, попытка номер три. Давай. У тебя руль тогда неровно был. Да. Смотри, все в спортплюсе, в МДМе. Тормоз до упора. Блядь. Поедешь? Да. Она у тебя... Пердит, она выплевывает, она чуть как бы отдыхает. А тут она вот с ланча, она настроена, и она дует всегда, понял? И у нее нет потери при переключении. А-а-а. Из-за этого она эффективно едет. Охуенная тачка у меня получается? Да, братан. А-а-а, я не знаю. И что с этим ланчем делать дальше? Ничего. Просто... Ну, все, да. Ну, вообще, если было бы сухо, ты бы прям почувствовал, как она хорошо едет. Да. Да, она очень эффективно едет. Чувствуешь? Тормоз до конца резко в газ. Вот она. Пошел. Чувствуешь, чувствуешь, что позитор 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 позитор. Ебать. Кайфово едет, да? Вот зачем тебе эта машина, если ты не ездишь, что-то как надо? Да, блядь. Ты не понимаешь. Ну ладно. Вот у тебя было такое, что ты в детстве очень сильно хотел крабовые палочки. Да хуя. Ну да. А у меня не было их крабовых палочек. А потом, когда ты хочешь, чтобы это было просто, и все, как бы в голове успока... Я не знаю, как это объяснить, блядь. Я хуй знаю. Может, я мыслю, как тупой долбоеб, но мне просто по кайфу, что это есть. И все, но я не умею, правда, этим всем пользоваться, хуля пиздец. Вот я научился делать ланч-старт. Хуля мне с ним делать, вот что мне с ним делать? Ну просто ты стал умнее немного. Просто понимаешь, что теперь здесь есть, да? Это как раз. Да. Это как можно поделать. Да, как? Вообще, не глядь, что у нас поделать. Вот это? Это заднее. Надеюсь, вверх будет. Вообще, X5, вот помимо того, что у него есть лаунч, у него есть карбон, у него есть звук на переключениях, и все, больше тут ничего спортивного нет. Какой-то крутой рулежки у него нет, потому что это все равно джип, и он не будет рулиться очень круто. Он просто объемистый джип, но это так же, как и остальные большие тачки, это не спортивная машина, это просто спортивная комплектация. Тебе, кстати, штрафы приходят? 50 лет. Серьезно? Ну, это из-за того, что, знаешь, в основном какие? У меня штрафы приходят там, где 40, я там ехал 150, блядь. Я в хуй знает. Почему ты в Ростове вообще? Почему ты тут живешь? Короче, я долго летал Москва, Сочи, Ростов, вот тогда сюда, и думал, что уже пора где-то тормознуться, но я не знал, где. Москва мне не сильно нравится, потому что там очень много блядства. А я не люблю, и меня очень сильно обламывают какие-то вещи. Хотя есть очень много друзей хороших. В Сочи не могу, потому что Сочи красиво, все нормально, но тупиковый город в плане того, что там дальше развития нет никакого, останавливается, все на определенном уровне, и все. И люди там думают, многие, которые там, даже те же, которые творчеством занимаются, или кто-то где-то, ну, пофигу, человек мебель собирает, или чем бы не занимался, им кажется, что они достигли уровня, а на самом деле это все хуйня, ну, то есть. А Ростов, это, во-первых, это, это здесь очень сильно мне нравится одна штука, что здесь все ребята, пацаны остались еще охуенные. Ну, ты не знаешь, что в Сочи там охуево, в Сочи тоже нормально, но здесь есть одна фишка пиздатая, слово до сих пор работает, вот прям работает и пиздец. Слово решает здесь, и это, а для меня это ебуче важная тема, потому что нельзя просто так пиздеть, надо делать. И интриг нет, и всякой хуни нет, и все, блядь, сказал, сделал, за все отвечают, все как надо, ребята здесь все охуенные, ну, с кем я дружу, они все пиздатые просто, каждый, блядь, мощный. И очень близко подружились с Александром, с Карлито, и вот начали вместе работать, и все. Так и решил здесь пока тормознуться, и плюс это середина какая-то, надо в Москву, там полетел быстро, надо в Сочи быстро долетел, там все дела. Ну, скорее всего, наверное, я буду здесь себе строить дом, я не знаю. В Москву не тянет тебя, да, короче? Блядь, но мне, я вынужден туда летать очень часто, неделю надо 3-4 раза даже, но я не могу там, вот, блядь, остаюсь, мне хочется прийти и помыться, искупаться, поехать в Есентуки, я хуй знаю, блядь, грязевые ванны, всю хуйню, всю вот. Кого-то она нравится, кто-то там кайфует, говорит, может быть, это не твой дом, может быть, это не, там мало у тебя близких друзей, поэтому... На пердушку ты? Не все, давай еще здесь. Блядь, почему на пердушку? Ну вот, как мы здесь в Ростове встречаем друзей, я хуй знаю, но кто так еще может? Ну да. Я один день мечтаю здесь в Ростове собрать всех, ну кто куда разбросан, друзей, знакомых, всех, вот прям кайфун, чтобы они вкусили Ростов, поняли, что это такое со всеми вытекающими, чтобы кто-то и пиздюлей получил, а потом за это прокачали, все как полагают. Круто, я рад. Да, я тоже. А что, смотри, вот Москва, что за хуйня? Раньше, когда работали на телевидении, когда работаешь на телевидении, там все, понятно, надо быть в Москве, потому что все там, павильоны, когда работаешь в интернете, нахуя, тебе, ты не привязан? Тебе нужен просто вай-фай, блядь, по сути, и все, нахуй Москва, блядь. Вот сейчас все говорят, надо поехать в Москву, там все, да ни хуя не там все, если ты не самодостаточный, блядь, приедет в Москву и там тебе в рот напихают. Варианта нет где. Вот смотри, вот у нас проект Каха, он же самодостаточный, органичный, нахуй никто не нужен. Мы внутри себя живем, он работает. Нам никто не нужен, чтобы жить, проект дальше жил за счет лиц, да, там, как у многих передачи, они строят свои передачи за счет других людей. Там, например, Соболева передача, да, ему обязательно нужно какое-то событие, кого-то приплести к кому-то, к своему проекту, чтобы его проект жил. У них у всех там на негатив, вот Соболева сказали, пердушка срава. А нам другие не нужны, мы сами внутри себя органично все живем, никого не трогаем, нам никто не нужен. И мне еще не нравится, что, если зашли в эту тему, что у них проекты все в основном на негативе собраны. На конфликтах. На конфликтах, да, и они только либо кого-то хуесосят, ничего хорошего, никто не говорит, блядь, какой там Амиран молодец, потому что он там помог многодетной семье, собрал 10 миллионов рублей, еще что-то еще. Все говорят только, какой он пидорас, что он рекламирует ставки, ну понял? А это, ну вот эта хуйня мне не нравится. И вот там никто не говорит, что Эдвард Пил, блядь, душевный пацан, занимается семьей, помогает, ходит людям, это на камеру особо не афишируют. Все говорят, какой гандон, блядь, подходит, пиздит людей и в передаче из-за этого снимают. Но, блядь, зачем это делать? При всем при этом они вместе все собираются, кушают, пьют, блядь, а на следующий день друг друга в передаче снимают. Но я против этой хуйни, прям пиздецкого. Мне это не нравится, я не хочу в этом участвовать, поэтому мне Москва нахуй не нужна. Если что-то меня лично коснется, там, какой-то чести, достоинства, там, какое-то, надо идти без камер и разговаривать, или гандошить, или что-то делать. А вот на камеру это все делать ради того, чтобы ты собрал лайков и подписчиков, но при всем при этом проебал свою честь, ну это пиздец же. Ну да. Ладно, давай, финал готов. Че? Мерседес или Байлайк? Ты ебанутый. Смотри, например, если ты будешь ездить на 63-й Ешке или Цешке, похуй, или МЛ-ке, ты захочешь на М5 поездить? Ну да. А если на М5 будешь ездить на 63-й захочешь? Нет. Ну все, иди нахуй. Так, спасибо, что досмотрели эту передачу до конца, это первая передача. А также, помимо известных, популярных людей, я снимаю очень интересные машины и людей, которые на них ездят, поэтому обязательно нужно подписаться на мой инстаграм, он в описании. Для меня очень важно то, что я снимаю, я очень люблю машины, прям вот всей душой, и это то, чем я живу. Расскажи, подождите, а номера случайно выпали такие? Номера случайно, а кому могут выпадать? Этот город мой, братан, я знаешь, меня тут кто только не знает. Я тут решаю, все, автобус, тормози, сейчас влево. Мне еще сигналит, братан, не понимаешь? Куда наливать воду, чтобы чистились стекла? Вот я говорил уже много раз, по-моему, за это видео, что ты очень талантливая, и играешь круто, и танцуешь. Я разбираюсь, пиздец, как в Мерседесах, они для меня все одинаковые, короче. Я вообще их не понимаю, вообще. Любому комику можешь дать по трусам, как говорится. Чтобы чистились стекла, воду надо наливать. Так, давай, это самое простое задание. Куда налить воду? И вот в любой проект, куда ты не вольешься, ты можешь вот за считанное время стать лицом этого проекта. Из-за твоего таланта. Вот не мешает тебе это? Дыханием сердца твоего.